Украина! 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 Опасный момент! Бывает и такое, мяч в Кроллса попал. Озил. Передача и удар в касании хороший. Оскар. Можно бить Оскару. Оскар забил. Встрелела Бразилия. Все-таки забил. По-моему, был такой матч. 11 забили Бразилия и Польша. 6-5, что ли, закончили? Но это было очень давно, еще до войны. Оскар ворвался в штрафную и пробил. Молодцы! Заревели буквально немцы на трибунах. Кросс. И один совершенно был. Мюллер. Никто его не прикрывал. Внимательно разглядывал экипировку Мюллера Давид Луис. Удар в противоход Жюлио Сезару. Бодрячком начали. Жюлио Сезар. И Лев. Изумительно все было. И, конечно, Мюллер. Вы видели передачу Мюллера? И Клозе сверху. Это нужно смотреть сверху. Пас проходит. Кроз. Мюллер. Оставляет Клозе. И со второй попытки Мира Клозе. Плестящее начало. Плестательное начало немецкой сборной. Ретивого и очень молодого иногда встречают. Чуть-чуть, конечно. Эзил. Лам. Еще одна атака. Хидира. Пустые ворота. Ну что ж вы творите-то? Германия. 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 Драй. Бедный ребенок, а. 4-1. Вот на это смотреть страшно, честно говоря. Это кошмар какой-то. Ну, на... Главное аккуратность. Снова соперника продолжают молотить немцы. Посмотрите. Озил. Еще один удар. Сборная Германии издевательски обыгрывает бразильцев. Это уже даже не шок. Я не знаю, как это назвать. Оскар. Можно бить Оскару. Оскар забил. Стревелу в Бразилии. По-моему, был такой матч. 11 забили в Бразилии и Польше. 6-5, что ли, закончили? Но это было очень давно, еще до войны. Оскар ворвался в штрафную и пробил. Да, это из серии рука-лицо, конечно, хэштег. Ну, что тут? Он попал еще так, что ни шанса не было. При том, что немцы, конечно, лучше намного сегодня. Но бывает еще так, что у одной команды все получается, а у другой практически ничего. Но я думаю, что все-таки хватит. Ну, ладно уже. Ну, сколько можно?